Трагедия Без хора Где здесь трагедия? Смотря как посмотреть О боже, как одеты вы у бога В таких лохмутьях петь вообще нельзя Хитон вам нужен Лучше бы даже тога Откуда столько материала взять? Нет, стыдитесь, это фраза иждивенца Позвольте, мы артисты, не снабженцы Так, я спектакль и отменить могу Так отменяй, подумаешь, угроза Простите, может, я вам помогу? Но только перейдем на прозу Вы кто такой? Меркурий Бог торговли Умно, плавто Да, плавто Я когда-то говорил Боги Поручили мне делать два дела Ведать прибыли И быть гонцом Хотите, чтобы я помогал вам в делах Купли, продажи С радостью давал бы вам в торговле прибыль Чтобы удавались вам Дела, расчеты всякие Чтобы я старался ревностно О вашей вечной выгоде Заботиться О, нет Ну ладно, все Оставили плавто Сейчас вам будут итоги Да Не стоит из-за пустяков отменять Анспектакля Готово Да, прошу вас, начинайте А то Юпитер сердится Еще до исторической эпохи Известно людям правила одно Дела в семействе не бывают плохи Тогда во всем супруги заодно И коль привыкли поверять друг другу И если крепко каждый каждого влюблен Кто же, наверное, супругу? Кто же, наверное, супругу? Кто же, наверное, супругу? И в супруге Лепенон Но частость я не заедала бы там Терялость и достоинства и стыд И верность становилась дефицитом А также боги ищут дефицит Но те, кто ограничил жизнь семейным кругом В глаза смеялись люди, это чушь Что же, наверное, супругу? Что же, наверное, супругу? Кто же, наверное, супругу? И супруге Лепенон Так было и тогда во время лода До наших дней предание дошло Что около цуфит анти-триону Женой алкмены крупно повезло До граммоверца мне один очаг поруган Но с огорчением узнал Юпитер вдруг Что же, наверное, супругу? Что же, наверное, супругу? Что же, наверное, супругу? И что верен ей супруг Она там Мой Меркурий Где там? Мой Юпитер? Видишь? Освещённое окно, в котором ветерок колышет занавеску Алкмена там Может быть, нам повезёт И мы увидим её тень Да-да-да С меня, конечно, тени хватит Но вот Вы, Юпитер, воистину Достойно восхищения С вашими Безграничными возможностями Просиживать ночи напролёт Среди колючих кактусов Терновника Ради чего? Ради тени Алкмена Простой и смертной Ведь вашему божественному взору Ничего не стоило бы Взять и проникнуть сквозь тены дворца И коснуться её тела рукой Рукою? Меркурий, ты ничего не смыслишь в земной любви? Ну как же не смыслим Когда вы то и дело заставляете меня Принимать человеческий облик Я влюбляюсь-то В тот же след за вами Хотя Обладание женщины Это Очень хлопотное занятие Что сначала надо её Обольстить Потом её надо Раздеть Потом Потом снова одеть А если уж ты решил Расстаться с любовницей То надо с ней сначала разонравиться Нет А что испытываешь при этом, а? Рольф, по правде говоря Ничего особенного Что с Венерой Что с любой А зачем же ты тогда спускаешься на землю К людям? А тут очень мягкая травка Хочется Размять Свои ноги Хотя Люди Их машины Все они Пропахли бензином Смотри на занавеску Скорей Вижу, вижу Теялка Нет, это пока не тень То неуловимое, что легло на край занавески Это тень её Тень Смотри-ка Раздвоилось Неуловимое Неуловимое А не того внимания Опять Обхватил Целует Да Я надеюсь Там её муж Потому что Мне как-то обидно За вас Это амфитрион Её единственная любовь Меркурия Алкмена Там Радостная Влюблённая Податливая Но насколько можно судить Отсюда Да, и пылкая, и верная Верная, верная Только вот кому Мужу Или себе самой Тень исчезла Она, конечно, легла Распростёршись на ложе Чтобы забыться сном Под пение От счастливцев Соловьёв Ну, ну, ну Не надо Не надо завидовать этим птичкам Юпитер Вы отлично знаете Как мало значит Они для женщин Когда дело доходит Ух До любви А кого так не превращали Чтобы понравиться Женщине в лебедя А быка Соловья-то ни разу Нет Главное Главная опасность Это В муже Этой прелестной блондинке Откуда ты знаешь Что она блондинка Так она белокурая Её Ликор деет, как солнце Грудь сияет, как жаря А там, где полагается Там поработала Тёмная ночь Болтун Ты что Подсматривал за ней Она недавно принимала ванну Я позволил себе На минуточку Обрести божественное зрение Ну, вы не переживайте Я уже вот снова близору Ты лжёшь Ты лжёшь Хитрые твои глаза Умоляю тебя Скажи мне Что она теперь делает Вижу я её Вижу Она одна Не совсем Да Складилась над Дефитрионом Его целуют Страшный поцелуй Она даже сникла От изнеможения Блюнулась в нашу сторону О Смотрите-ка, я ошибся Она везде белокурая А он? Он Он везде Брюнет Гучи Болван Я тебя спрошу Что она делает Она Она А его так Оглаживает Оглаживает Его А он Прямо как Молодой Шеребёнок Он возбудился Как А Алкмену Он дышал Со всех ног А Я взяла Золотой кувшин И собирается потихонечку Его облить Водой Можно превратить её В ледяную Что? Чтобы он возбудился Ни за что Тогда В кипяток Тогда бы мне казалось Что я ошпарил Алкмену Ибо её пылкою любовь Делает мужа Частью её самой Что? Интересно Интересно А как вы собираетесь Поступить Вот с той частью Алкмены Которая не зовётся Амфитрион Овладеть И оплодотворить На каким образом Провладеть Честной женщиной Это легко Так же как и Завоевать её любовь Тут надо хорошенечко Заманить её В укромное местечко И запереть дверь Потому что Полуоткрытые двери Это страж добродетель Порядочная женщина У тебя есть план? Два Один Божественный И Человеческий А разве есть разница? Конечно По-божественному Вы возлегли бы С ней на небесах Ну и через Несколько мгновений Спустя Она снова бы оказалась Под тяжестью Своего героя Ага Таким образом Я лишил бы себя Самой божественной части Женской любви Может поподробнее Это какого имени? Я имею ввиду Взаимность Тогда человеческий Второй вариант Надо пройти Человеческий маршрут Это то есть Дверь Пасте И Окно Она любит только Своего мужа Значит подает Так Примите облик Ее Ее мужа Да он вообще От нее не отходит Сидит во дворце И Носа оттуда не показывает Нет Все-таки Самые Злостные домоседы Это герои на отдыхе Так есть отличный способ Выставлять Героев Из дома Это же война что ли А Война Надо заставить фивы Объявить кому-нибудь войну Да фивы давным-давно Замирились со всеми Своими врагами Воюют с друзьями Такая небольшая Дружеская услуга Когда вы уже Перестанете строить Теледжи Насчет собственного Могущества Мы же Бохи Нам дела Человеческие Не по зубам Хотя Если копнуть Глуши Мне так надоели Твои глубинные Философские разговоры Тогда отпадает Заменим Разговоры пением Пением Да В нашем распоряжении Хор Мы боги Мы боги Мы боги И нам Насчет собственного Не по зубам За то, что можно Смертному добиться Не тратя сил Минут за пять За шесть Чуть не в лепешку Должен бог Разбиться И сотворить Ведь уж Не чудес Мы боги Мы боги Мы боги Мы боги И нам Жила Человечесства Не по зубам Жила Человечесства Не по зубам И так И так Должны Действовать По флагам Пускай Конец Несет Весть О войне Все Сам для вас Я нынче Делать Стану Юпитер Не мешайте Только мне Мы боги Мы боги Мы боги Мы боги И нам Не начало Вечество Не по зубам Не начало Вечество Не по зубам Муж на войну А я шепнул Алкмене Что не уехал Он А сделал вид И вот Тут вы Появляетесь На сцене Его Отличие Только без обид Всего Добьетесь Вы Почти Законно И я Придумать Лучше Не могу Не Отличить Вас От Конфидриона А из Меня Вы Сделайте Слугу И Небогу Мы Боги Мы Боги Мы Боги И И И И И И Твоё Предложение Мне Нравится Все Согласны Все Все Идут Надо Спрятаться А то Нас Обнаружат Нет Я думаю Не надо Специальной Тучи Юпитер Нет На земле Есть Прекрасное Демократическое Изобретение Впрочем Единственное Демократическое Изобретение На этой Планете Ночь Ты Нынче Дежурный Трубач Ты Я Святого Позволения А ты Кто Я Созий Слуга Петреона Ну ладно Что ты ждешь Труби Это не проблема О чем оно будет Ваше объявление Сейчас сам услышу Ну ладно Труби Труби Что Пропажешь Какая-нибудь Находка Труби Тебе говорят Прямо Так я и затрубил Неизвестно О чем Что ты ломаешься Вчера Трубишь На одной ноте Так-то оно так Моя Труба Мононотна Но эта нота Целый гимон И сочинил Его я Дим на одной ноте Так-то оно так Но знай Что среди Мононотных Трубачей Мне нет равных Ибо я Мысленно Исполняю Всю музыкальную Тему И мой единственный Звук Становится Заключительным Звуком Заключительным Мыслите Ну хорошо Поторапливайся Философ А то весь город Заснет Так-то оно так Но все коллеги Они просто Лопаются От зависти Слушай Ты будешь Трубить Гений О чем оно будет Ваше объявление Чтоб я мог Сложить Свою немую Песню Я буду Объявлять О мире О каком О мирном времени О перерыве Между войнами Ну теперь ты понял Амфитрион Заставляет Теперь Каждую ночь Читать Декларации Боже Сколько у нас Декларации Декларации О средствах От комаров От икоты Об аграриях О богах О правах О запретах Вот сегодня Настала очередь Читать Декларацию О мире Это что-то Возвышное Патетическое Нет Нет Очень скромная Декларация Тогда Слушай Все Хорошо Я начинаю Когда Когда читает Декларацию Поворачивается К слушателям А не к ее Автору А если Автору Выдающиеся Государственные дети Потом Ладно Все равно Все спят Фиванцы Это единственная Декларация Которую Можно слушать Не просыпаясь Мой начальник Генерал-амфитрион Хочет говорить С вами о мире Что может быть Прекраснее Чем генерал Рассуждающий О мире Что может быть Прекраснее Чем генерал Что Два генерала Спите спокойно Фиванцы Когда вы Раскинув руки Отдаетесь Ну Самые Роскошные Доспехи Выглядят Убого По сравнению С вашими Ногими Беспомощными Телами Украшенными Одним Только Пупком Спите Спокойно Фиванцы Грядут Столетия Мира Будь проклята Война Ты что Сказал Как Что То что Мне верено Сказать Будь проклята Война А знаешь Кому ты Это сказал Нет Воину А Где Твой Хозяин Вот Там Вон Вон Вот Видимся Комнатика Где еще Горит Свет Доблестный Генерал Он Видимо Изучает План Будущей Компании Да Изучает Изучает Он его Холит И лелеет Великий стратег. Он его кладёт на ложе рядом с собой, покрывает поцелуями. Это какой-то новый метод. Вручи ему это донесение, пусть поторопится. Его доспехи наготовят? Честно сказать, слегка заживили. Слушай, а ты не можешь подождать хотя бы до утра? А ну, прислушайся. Слышишь? От моря, от селений. Звучит такая еле различимая музыка. Старики говорят, это песня о мире. Вот в такие минуты и раздражается война. Война? Война. Афинине собрали войска и вторглись в пределы ФИФ. Да? Как? Это же наши союзники. Значит, на нас напали союзники. Они берут заложников и пытают их, эти наши союзники. Бузи, амфитриона. Да, но ему придется пробудиться не только от сна, но и от счастья. И эту в ту ночь, когда я прочитал декларацию о мире. На твоей декларации ни одна живая душа не слышала. Иди. А ты, трубач, бери трубу. О чем оно будет, ваше объявление? О войне. Это что-то возвышенное, паточическое. Да нет же, самое обычное. Ты что? Это не я. Я так не умею. Это она сама. Леонцы. Вот единственная декларация, которую нельзя прослушать во сне. Что случилось, спрашиваете вы. Война. Ох, и завопят же они. Горькою долей и сестры, и жены спаяны. Пинутся следом за кешим и конным, отчаянно. Нет, не покронют вас боги на реки славою. Видите, только останутся реки кровавые. Город не спасется от беды. Коль боги стали вдруг неблагосклонны, И долго будут целовать следы Своих любимых матери и жены. Город! 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 Вставайте! Стройтесь! Вас удостоили великой чести Погибать во имя отчизны, Порабтаться в грязи траншей во имя отчизны, Дать тебя зарезать во имя отчизны. Да кто же осмелится предпочесть в той славной доле Покой и сытость в тылу? Кто смирится предпочесть? Я? А, впрочем, не бойтесь ничего. Я заверяю вас, на этой войне не будет убитых, а будут только раненые. Вот, в левую руку. Это правда? Да бог его знает. В наше время можно быть в чем-нибудь уверенным. Я вижу, мой военный клич зажег лампы в лачугах. Стойте! Стойте! Твой господин готов? Господин мой готов, но госпожа моя не совсем готова. Легче надеть военный мундир, чем одежда разлуки. Она из тех, кто проливает слезы. Нет, она из тех, кто улыбается. Но лучше уж слезы, чем такая улыбка. Я готов? Я люблю тебя, Анкетрион. Я люблю тебя, Алкмена. В том то и дело, если бы мы хоть чуточку ненавидели друг друга, эта минута не была бы такой горькой. Ну что ж нам скрывать, моя обожаемая жена? Мы совсем не питаем ненависти друг другу. Ты побрился? С каких пор мужчина бриться, уходя на войну? Ты надеешься, что гладкая кожа обратит в бегство твоих врагов? Нет, я все равно пусть у собрала. А на нем медуза горгон. Это единственное женское лицо, на которое я позволяю тебе смотреть. Мне не страшна медуза, когда она смотрит твоими глазами. Это золото? Чистейшее золото. А камни изумруды. Ох, как трикотельничаешь с войной. Для нее ты надеваешь драгоценности, для нее ты бреешься. А на мою долю остается и щетина. Да, я хоть укушу тебя за руку, прежде чем ты покинешь меня. Не зарубишься, уходи, значит, ты будешь. Да, я жду лошадей. А я завидую даже звездам. Они будут указывать тебе путь. Генералы не читают свой путь по звездам. Это же дело-то, генералы. Выбери одну из звезд, и мы будем глядеть на нее в нашей ночи разлуки. Хорошо. Я выбираю Венеру, нашу общую знакомую. Нет, я не доверяю Венере. Обо всем, что касается нашей любви, я позабочусь сама. Конь, 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 конь. Это твои кони, поцелуй меня. Это не мои кони, но я все равно могу тебя поцеловать. Только не прижимайся ко мне слишком пылко. У меня же кругом железо, можно насажать синяков. Ты меня чувствуешь сквозь Кирасу? Я слышу биение твоей жизни, ощущаю тепло твоего сердца. Тело так же, Кираса. Часто, лежа в твоих объятиях, я чувствую, что ты холоднее дальше от меня, чем сейчас. Часто в моих объятиях ты была гораздо печальнее, чем сегодня. А я тогда собирался на охоту, не на войну. Ну, вот ты улыбнулась. Ты знаешь, наша любовь под угрозой. Я боюсь, что ты мне изменишь. Мне все время чудится, что ты в объятиях другой женщины. Одной или многих. Одна или тысяча, какая разница? Любая измена оскорбляет любовь. Для меня бы ты был потерян навсегда. Ну, ты же прекраснейший из гречанок. А я боюсь не гречанок, а богинь. Что? Как должно быть трудно сопротивляться ей. Да, мало кто устоял бы. Кроме меня, разумеется. Но они богини и требуют обожания. Они тебе не понравились бы, правда? Да. Видишь ли. Кони в яблоках, кони серии. Вот твои кони. Мои не в яблоках. Ох, Мина, милый, успокойся. Я скоро вернусь. И на этот раз уж навсегда. О каждой войне говорят, что она самая последняя на земле. Это будет последняя, клянусь тебе. А потом, когда мы с тобой состаримся, одрехлеем, мы попросим богов не отнимать у нас жизнь, превратить в деревья. Да, и тебе нравилось бы менять листья каждый год. А мы выберем вечно зеленые деревья. Вот лава. И даже очень к лицу. Кони, кони, кони звери. Это не твои кони. А вот теперь это мои. Мне пора. Когда уезжай. И пускай тебя увлекут вдаль эти мощные звери. И больше ты мне ничего не скажешь на прощание? А что говорят другие жены? Другие жены подают мужу щит, возглашая, возвращаясь с ним или на нем. Они кричат, да не устрашиваешься ты ничего, кроме того, что небо упадет тебе на голову. Разве моя жена не способна придумать какую-нибудь возвышенную штуку вроде этих? Боюсь, что нет. Не люблю я ни лозунгов, ни изречений, предназначенных для потомства. Мне едва хватит сил шепнуть слова. Амфитрион, я люблю тебя. Возвращайся скорее. Впрочем, если в начале фразы поставить твое имя, то не хватит места для остальных слов. Оно ведь у тебя такое длинное. Амфитрион. Ты ставь его в конце так, как я. Прощай. Алкмен. Мой Меркурий, он уехал. Значит, пора действовать. Итак, я собираюсь превратиться в сози. Я, если можно, немножечко в стороночку, повелитель. Эксперимент прошел удачно, по-моему. Попозже надо будет запатентовать это изоблетение. Ну, теперь вы Юпитер. Ну? Что ж, все в порядке. Я пошел. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. Алкмена, госпожа моя. Что тебе, Сузи? У меня к вам поручение от моего господина. Как? Он еще и двух шагов не успел отъехать? Да, да, да. Ну, тихо. Этого никто не должен знать. Мой господин поручил передать вам, во-первых, что он только для виду отправился на войну, и, во-вторых, что он вернется сегодня ночью, как только отдаст необходимое распоряжение. Я не понимаю тебя, Сузи. Мой господин велел вам передать, что только он сделал вид, что уезжает. Ой, Сузи, какой же ты глупый! И как плохо знаешь, что такое тайна! Либо сделай вид, что она тебе неизвестна, либо и вправду забудь о ней в тот самый миг, как только тебе ее доверили. Я вас понял, царица. А я ни слова не поняла из всего того, что ты мне тут наговорил. Как? Мой господин велел вам передать, чтобы вы его сегодня ночью ждали. Замолчи, ради бога, в Сузи! Ты все-таки непроходимо, глупый! Ну что? Все слышали? Юпитер. Я амфитрион. Ой, ладно, ладно. Не надо только вкручивать, ладно? Я в торговле работаю. Ну, это же точная копия его одежды. Вот-то в одежде дело. Да, насчет одежды. Тоже ошибаетесь. Ну, посмотрите, вылезли из терновника, так на плотине одной колючки. Ха-ха! А ткани-то ткани, ох, сразу же видно, что они вечные. Не садятся при стирке, да? Водоотталкивающие. И ламповое масло на них не оставляет ни пятнышка. Мечта любой ткацкой фабрики. Нет, 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 нет. Алкмену вам не обмануть. Ну-ка, повернитесь. Повернуться? Зачем? В тупойке как мужчины. Они убеждены, что женщины их видят только с фасады. Они украшают один фасад. Лицо бородой, грудь ординами, живот брелками. Им невдомек, что женщины, притворившие, когда они ослеплены влеском ваших глаз, они коварно рассматривают вас со спины. Вы со спины выглядите импозантнее, чем спереди. И вот это надо поправить. Да, но боги никогда не поворачиваются спиной. Тем более, что там будет темно. Какая же темнота, если от вас будет исходить божественное сияние. Жалко, наверное, не признает своего мужа в этом человекообразном светляке. Я извините, но сияние надо выключить. А вот это ни за что. Все мои любовницы верили. Мне одна, если уж говорить правду, и самому вам нравилось разоблачать себя этим простеньким чудом. Вы вспомните, как вы вдруг начинали мерцать и светиться. Так, но богу, в конце концов, тоже хочется, чтобы его любили ради него самого. Вот я боюсь, что алкмен откажет вам в этом удовольствии. Поэтому лучше держаться параметров ее мужа. Вот сперва я так и сделаю, а там посмотрим. Ибо ты себе не представляешь, Меркурий, на какие только хитрости способны эти так называемые верные жены. Ты ведь знаешь, что я влюбляюсь только в верных жены. Бедняжки имеют право на утешение, тем более, что многие из них втайне на это рассчитывают. Сперва я как можно основательнее выполню супружеские обязанности амфитриона, а потом приму соответствующую форму и буду любим ради себя самого. Ну, теперь мои одежды в порядке? Да у вас и человеческая оболочка должна быть натуральна. Глаза у меня хорошие. Скажите. Что такое? Зрачки? Вы что? Вы никогда не сотворяли зрачки? Всегда забывал. Это вот так? Ой, не надо, не надо. Зачем, зачем? Зачем столько фосфора? Выключите. Не надо. Зачем эти кошачьи глазки? Зачем тебе не нравится моя кожа? Она слишком нежная, гладкая. Ну, как у младенца. Нужна же кожа, которую дубил ветер, сожгло море. Правильно? И это же обязательно попробует на вкус. Да, кстати, ваши прежние женщины ничего никогда не говорили, что кожа Юпитера, она такая сладкая, как детская тельца. Ну, во всяком случае, от этого их ласки не становились более материнскими. Ну, ладно, не обижайтесь. Просто кожу надо поправить. Да так все утомительно. А мозг? Мозг? Мой мозг? Забыли. Надо заменить. Заменить в нем все божественные мысли нормальными человекesqueми. Ну, заменили? Так. О чем думаете? Во что вы верите? Каковы ваши взгляды на Вселенную? На Вселенную? Так, во Вселенной все устроено надолго, навечно и правильно. Правильно. Вода? Мокрая, правильно? Правильно. А земля? Плоская, правильно? Правильно. Воздух. Просто воздух. Правильно. Правильно. А нравится ли вам после бритья пользоваться хорошим одеколоном? Ведь верно нравится. Забыли ли вы всех женщин, которых любили до сих пор? Я? Я никогда и никого не любил, кроме алкмены. Что? Что вы думаете о себе? Я твердо знаю, что я прекраснее Аполлона, отважнее Марса. Я ощущаю себя выше богов. Правильно. А какую музыку хотелось бы послушать во время вашего свидания? Может быть, танго? Что-нибудь в стиле рейтера? Хм-хм. Теперь вы действительно стали человеком. Боже мой, до такой степени себя потерять. Кто потревожил мой сон? Неизвестный. Которого с удовольствием повидается. Я не знаю с незнакомцами. Это один генерал. А почему генералы бродят так поздно? Они дезертировали или разбиты? Они наглую разбиты. Любовник. Вот что их ждет, когда они избегают сражения с другими генералами. А вы кто? Я? Да. Я твой любовник. У меня нет любовника. А ты совсем недавно опрокинула золотой кувшин с ледяной водой на голову отдыхающего воина? А, так она оказалась ледяной? Тем лучше. Да, возможно, это была я. А не твое ли сердце сжимается при мысли о нем? А ведь он, признаться тебе, довольно некрасив. Скорее глуп, чем умен. Ну, нехорошо так о сопернике. Хотя, хотя же это о себе самом. Тогда можно. Он умнее и прекраснее всех на свете. И у меня сладкого рту, когда я говорю о нем. Что это доказывает? Что у тебя есть любовник? И что он теперь здесь? У меня есть муж, и его сейчас здесь нет. И если ты для меня можешь быть только любовником, то как мне не жаль? Я не пущу тебя. Я не открою любовнику ни двери, ни объятия. Ну, отчего ж ты не хочешь любовника? От того, что ему нужна не любимая, а любовь. От того, что моя радость должна быть бесконечной, а наслаждение безмерное. От того, что мне не нужен ни раб, ни господин. От того, что это мавитон обманывать мужа. Пусть даже с ним самим. Для женщины ты неплохо обосновываешь свои вкусы. Открой мне. Если ты не тот, возле кого я просыпаюсь по утрам. Если ты не тот, кому я даю заснуть на 10 минут раньше моего вечера. Ну, если ты не он, то кем бы ты ни был, я не впущу тебя. Так кто же ты? Придется признаться. А твой супруг? И ты не подумал, амфитрион, как неосторожно ты поступаешь, возвращаясь сюда. Да никто в лагере не подозревает об этом. А кто здесь говорит о лагере? Разве тебе не известно, чем рискует муж, внезапно вернувшийся домой, после того, как он всем объявил о своем отъезде? Может, у нас всех кто-то опередил? Разве ты не знаешь, что в этот ночной час все хорошие жены принимают свои горячие объятия, милых дружков? Твои объятия пусты, они прохладней луны. Да просто он успел скрыться, пока мы тут болтали. Открой своему мужу! Все, готов. Действительно, стал амфитрионом. А у тебя есть с собой подарки, драгоценности? Ты продалась бы за драгоценности? Своему мужу с удовольствием, но у тебя их нет. Ладно, я ухожу. Нет, пасты. Пасты с одним прочим условием. Ну, чего ты хочешь? Давай дать день в эти ночи те клятвы, которые раньше мы произносили только днем. Давай отпразднуем нашу ночную свадьбу в этот час, когда совершается столько незаконных союзов. Произносить клятвы? Без жреца, в них рам? В пустоту? В телепые фантазии? Подними руку. Если б ты знал, Алкмена, сколь жалки в глазах богов людские клятвы. Подними руку и согни палец. Согнуть палец? Но это же ужасная клятва. Ее сам Юпитер насылает бедствие на землю. Подними руку, согни палец или уходи. Придется подчиниться. Говори же. Клянусь, что сладость имени Алкмена будет жить в моем сердце так же долго, как отзвук моего собственного имени. Клянусь быть верной амфитриону, мужу ему. Любить. Что? Любить. Ну зачем призывать смерть туда, где ей нет совсем места? Алкмена, умоляю, не произноси последнего слова. Мужу произнесено. А теперь, дорогой муж, довольны церемонии и тебе позволяется войти. Как ты был непрост нынче ночью. Я тебя ждала, дверь была отперта, я стоила только пальцем толкнуть. Ну, ты все еще колеблешься. Ты ждешь, чтобы я назвала тебя своим любовником? Никогда. Мне действительно войти, Алкмена. Ты правда этого хочешь? Я... Я... Приказываю тебе войти. Амфитрион, любовь моя. Как ночь прекрасна и благоуханна, Склонился над влюбленными, род. Но бесконечна ночь и даже странно, Что ж не спеши на небеса восход. Амфитрион Любовной схватки — главный результат. Но сколько же сидеть еще в подъемках, Как надоела эта темнота. Ах, каков Юпитер! Ни одной любовницы не задерживался так долго. У меня же тяготит его приказ задержать ночь над дворцом. Тем более, что все вокруг завито солнцем. Еще бы! Семь утра! Самый разгар лет. Пора будить. Пора будить моего господина. Да, потом же он не любит расставаний наспех. Но он же наверняка пожелает объявить Алкмене, что она провела ночь с Юпитером. Он всем своим пассиям устраивает такой сюрприз под утро, чтобы насладиться их гордостью и изумлением. Солнце! Солнце! Покажи лучи, чтобы я мог выбрать какой-нибудь поярче. Зеленый! Зачем зеленый? Зеленый не надо! Что же может быть ужаснее зеленого цвета на лицах проснувшихся влюбленных? Это как будто держишь в руках утопленника. Нет! Вот этот подойдет. Так, да будет свет. Покажи, простит. Дорогой, солнце уже высоко. Где я? Там, где каждый муж меньше всего хочет проснуться. Всего-навсего в своей постели, возле своей жены. А как зовут жену? Ню, ее зовут так же, как и по ночам. Алкменой. Алкмена, самая блондинка, молчаливая в любви. Да, и та самая, которая болтливо по утрам и собирается сейчас тебя выставить за дверь. Будь ты ей хоть трижды муж. Так пусть она умолкнет и вернется в мои объятия. Вот уж на это не рассчитывай. Божественная была ночь. Ты нынче не силен бы пить, как дорогой. Я сказал, божественная. Когда ты говоришь божественное жаркое, божественный обед, это простительно. Не можешь ты изобретать новые хвалебные слова для моей стрепни. Но для нашей ночи ты мог бы придумать что-нибудь по изысканию. Что? Да все что угодно, кроме этого затрепанного слова. Великолепная ночь, дивная ночь, удивительная ночь. Ну, так я надеюсь, это была самая удивительная ночь. Нет, она не удивительная. Вспомни позавчерашнюю ночь, когда ты спас ребенка, унесенного морскими волнами. Ты вошел ко мне в лунном свете, и на коже твоей алмазно блестели капли воды. Вот когда я провела удивительную ночь. Нет, если бы я захотела дать имя сегодняшней ночи, я назвала бы ее супружеской. Какая очаровательная комната. Странно. Она понравилась тебе именно сегодня, когда ты проник в нее тайком. А однако, какая изобретательность. Ставить в окна полупрозрачные минералы, добиваться того, чтобы на этой малоосвещенной планете в домах видно яснее, чем снаружи. Ты не очень-то скромен, дорогой. Ведь это же твое собственное изобретение. Ах, да. А какой прелестный пейзаж. Вот это ты можешь нахваливать сколько угодно. Это не твоих рук дело. А чьих? Можно узнать? Можно. Бога из богов. А не назовешь ли ты мне его имя? Юпитер. Как прекрасно звучат имена богов в твоих устах. Повтори. Боги говорят, сходят на землю, когда к ним называют так, как ты. Меркурий. Меркурий. Аполлон. Михаил. Карпий. Меркурий. Меркурий. как и его конец. А ты представляешь хорошо себе сотворение мира? Как сейчас вижу. Вначале царил хаос. Нужно было быть воистину гениальным, как Юпитер, чтобы догадаться, расчленить его на четыре стихи. А разве нет четыре стихи? Да, целых четыре. А цвета? Это тоже он их создал? Да? Все семь цветов радуги это полностью его заслуга. А пурпурный, малахитовый, я имею ввиду мои любимые темы. Эти мелочи он оставил декоратору. Но используя аритмичные колебания частиц эфира, явления волн как следствие контрфракции явления, так сказать, первичных рефракций, он сконструировал систему струй и лучей. Это корпускулярная теория. Ну, что я говорю? А что ты говоришь? Что твой Юпитер ровным счетом ничего не сделал, как только запутал нас во всей этой кошмарной паутине. Ты богохульствуешь, Алкмена. Знаешь, что боги внимают тебя. Ой, так где уж богам услышать меня? И вообще, за что богам на меня сердиться? За то, что я не славлю Юпитера? Или за то, что душа моя преисполнена благодарностью амфитриону, который в перерыве между битвами изобрел оконные задвижки и новые методы прививки деревьев? Ты творец земных чудес. Слушай, скажи, тебе не случалось досадовать, что я слишком уж земная женщина? А ты хотела бы стать менее земной? Нет, это отдалило бы меня от тебя. Неужели ты никогда не хотела стать бессмертной? А к чему мне это? А к чему? Чтобы не умереть. А что я буду делать, если я не умру? Ты, Алкмена, будешь жить вечно. Ты превратишься в звезду и засияешь в ночном небе. Ты знаешь, если богам понадобится лишняя звезда, пусть на меня не рассчитывают, потому что ночной воздух пагубно влияет на кожу блондинки. Вообще, я представляю, как я вену к концу вечности. А ты хотела бы иметь бессмертного сына? Конечно, хотелось бы, ведь жила бессмертия своему ребенку, это чисто по-человечески. А тебе разве не хотелось бы? Скажи, а ты действительно предпочла бы покончить с собой, нежели изменить своему мужу? Убить себя, это же ужасно. Ужасно, ужасно. А, ну только не для меня. Услышите же, дорогая Алкмена. Ой, только не обращайся ко мне на вы. Не иронизируй, я намерен говорить о богах. Ты с ума сошел говорить о богах, когда тебя заждалась армия. Алкмена, дорогая Алкмена, боги являются к смертным в тот самый миг, когда те меньше всего ожидают их прихода. Амфитрион, дорогой амфитрион, женщины покидают мужей в тот самый миг, когда те меньше всего ожидают их ухода. Прощай. Ха! Амфитрион! А что случилось? А что такое? Откуда у нас такая складка вертикальная между бровями? Морщина. А, это отпечаток кожи амфитриона? Нет, это моя собственная морщина. Теперь я понимаю, откуда они бывают у людей. По-моему, я испытываю любовь. Ну, 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 испытываете любовь вы довольно часто. Впервые я держал в объятиях смертную женщину и не проник в ее мысли. Ха! О чем вы думали? Да я не думал. Я просто был амфитрионом. Всю ночь я был только ее мужем и никем другим. Меркурий. Мы абсолютно превратно судили о человечестве. Ну, 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 ну. По-моему, просто паникует. Да никто не паникует. Милая, нежная алкмена, тверда, как гранит. И все наши законы бессильны перед нею. В общем, так, я ее люблю. И я объявляю тебе, что ее сын будет моим любимым сыном. Вселенная уже вся оповещена об этом. Все, у кого есть лучше, они уже знают о том, что сегодня ночью алкменов зайдет на ложу Юпитеру. Ты меня предал! Несчастный алкмен. Вспомните, что вы не имеете права скрывать ваши любовные подвиги. Так, ты объявил, что я вчера вечером обернулся амфитрионом. За кого вы меня принимаете? Я объявил, что Юпитер заключит алкмену в свои объятия в следующей ночи. Так, кого ты посвятил в это дело? Я посвятил воды, реки, моря, горы. Ничего страшного. Да. Ну, и шепнул пару слов старуке возле дворца. Глухой привратнице! Мы погибли. Что такое? Вы изъясняетесь, как какой-то оперный любовник. Что, алкмена требовала от вас молчания. Да, алкмена ничего не знает об этом. Я не успел ей объявить, кто я такой. Что? А оно что? Что, не заподумали? Ничего, и мне страшно подумать, что будет, когда оно знает об этом. Что это за шум? Город организовал процессию во дворец. Ну, а песню, которую они поют, это я написал. Сам. От зависти лопнут другие столицы. День свадьбы и убития с нашей царицей. День свадьбы и убития с нашей царицей. Нельзя допустить, чтобы процессия попала в город. Утопи ее в море вместе со своей песней. А? Ну, я не знаю, не знаю. Я не знаю, как будет. У меня голова кругом. Все-таки всем уже известно, что Юпитер взойдет на ложе алкмены. Не знаю. Так вот и устрой так, чтобы я действительно взошел на ее ложе. Вы... Вам необходима взаимность? Да, мне бы хотелось, чтобы она пошла мне навстречу добровольно. И я, пожалуй, явлюсь к ней в образе Бога. Бог. То есть вы отказываетесь от своего инкогнита. Тогда мне хватит на уговоры. Несколько минут. Через пять минут. Ахмена будет ждать вас. Пять минут. Пять минут. Можно сделать очень много. Мы хором славим этот миг счастливый. Когда звучат венчальные мотивы. Мы хором славим этот миг счастливый. Что это за цветы? Любимые цветы. Чьи любимые цветы? Я люблю розы. И в такой день вы хотите украсить комнату розами? А почему бы и нет? Ну, он же не выносит роз. Кто? Хотя, если обращаться с богами, как с простыми смертными, это же их может усмирить. Прикажете принести красное покрывало? Зачем? Падаясь с простого рима. Как это мудро! То есть вы хотите придать комнате домашний вид и обойтись без парадного убранства? А я приготовила ванну с амброй. Это хорошо. Мужу нравится запах амбры. Да уж! Вашему мужу есть чем гордиться. Вот счастливчик. А что? Случилось что-нибудь хорошее с инфетрионом? Ну, пока еще нет. Но с ним случится такое, о чем любой царь может только мечтать. Он одержал победу. Да! Над величайшим из богов. Слышите пение? Да. Жители ликуют. Еще бы. Наш город одержал победу над соседями и все благодаря вам. Благодаря твоему господину. Ну, само собой, ему тоже честь. Ему одному, Громия. Нет, госпожа. Вам прежде всего. Вся Греция славит вас. Леда, царица Спарты, ну, которую Юпитер любил, обернувшись лебедем, как раз оказалась проездом в февах и просит у вас аудиенции. Леда? Ну, да. Так что, пустить? Конечно, Громия. Ой, госпожа, ну, я всегда знала, когда я видела тебя в ванне, что боги когда-нибудь потребуют своего. Ну, я ничего не понимаю, Громия. Мы хором славим этот миг, счастливый, когда смехи... Приветствую тебя, царица. Вы... Вы, видимо, бог, судя по вашему необыкновенному появлению. Репутация у меня неважная. Но я все-таки... Бог? Меркурий, если я правильно поняла по выражению вашего лица. О, благодарю вас. Все прочие смертные обычно признавали меня покрылышком. На ногах. Я счастлива лицезреть бога. Ну, вы можете и потрогать меня. Вы имеете на это право. С такими-то руками. Я трогаю небо. О, как я люблю богов. Всех разом. Я тоже пользуюсь вашей симпатией. А, людей любят, каждого в отдельности. А богов надо любить всех вместе. Ну, у вас, наверное, есть любимчик среди богов. Разумеется, как и среди людей. Ну, и кто? Я не решаюсь назвать его имя. Ну, хорошо. Тогда я буду перечислять богов согласно официальной табели орандах. Вы остановите меня тогда, когда я дойду до вашего. Я вас останавливаю. Самый первый. Юпитер, что ли? Юпитер. Ах, вы меня удивили. Почему? Конечно, он повелитель богов, но абсолютно бесталантный бог. Он прекрасен. Вследствие этого большой бабник. так нас еще в школе учили, что когда Юпитер удостаивает столь высокой чести простую смертную женщину, это воплощение чистоты. Значит, судьба Леды, Данайи, всех, кого любил и полюбит. Юпитер кажется вам счастлив. Беспредельно счастлив. Значит, вы им завидуете. А к чему этот вопрос? Неужели непонятно? Зачем я здесь? и что собираюсь объявить вам как посланник моего господина? Скажите сами. Юпитер вас любит. Юпитер снизошел до такого ничтожства, как я? Он уже много дней следит за вами. Много дней? Много ночей. Вы побледнели. Да, вы правы, мне бы следовало покраснеть. Я не всегда была достойна этого взгляда. Что передать ему? Передать ему, что когда амфитрион вернется, мы воздвигнем Юпитеру золотой жертвенник. Ему не жертвенник нужен. Ай, здесь все принадлежит ему. Пусть только соблаговолит выбрать. А вы не беспокойтесь, он уже выбрал. И сегодня вечером он сам придет за этим. А что ему нужно? Ночь с вами. Вы ошиблись адресом Меркурий. Я замужем, мой муж амфитрион. Там, где действуют законы судьбы, муж я абсолютно ни при чем. Мой бог зачем Юпитеру нужна я? И что такого он не нашел? А я его царица понимаю и понимаю очень хорошо. Я вашу честь устрою звездный хоровод и будет славить вас весь греческий народ. Поскольку я Меркурий верная жена, от этой чести отказаться я должна царица не делай ошибки подобной Бога великого ты не гляди за временем сотни поэта попишут подробно все прелести ночи любви. Пусть на себя возьмут все остальное о чем они готовы написать. что слышу я царица что такое зачем же все так грубо опошлять сегодня в фивах дети умереть должны но согласитесь вы и дети спасены спасены улыбкой Юпитер освальду к себе позолит Сегодня пиво дети гулять должны Но согласитесь, вы и дети спасены Спасены Город, украшен, праздничный Все радуются за вас Все знают о том, что Алкмена должна взойти сегодня На лужи Юпитера Так вот, о какой победе Гаврилы Броме Я не хочу быть любовницей Юпитера Ну почему? Я люблю человека Какого человека? Моего мужа Юпитер, он выбирает всегда себе любовниц Из верных жен Да, потом от этой ночи должен родиться ребенок А если я все равно откажусь? Геракл Должен родиться А если я умру? Юпитер воскресит Сын должен родиться Никогда Все Не надо Терпению богов Тоже есть предел В конце концов Уже Вчера вечер Нет Об этом вам знать не надо Я пошел к Юпитеру Вы Передадите ему Мой ответ Значит Вам хочется Навлечь на Фивы Чуму Пожар Смерть Я передам ему Что вы Его ждете И сажете Женщины Отлично умеют перекраивать Утреннюю ложь В ночную правду Все До вечера Алкмена Субтитры создавал DimaTorzok